Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов у микрофона редактор Саргалана Антонова. Сильные идеи для нового времени. Так называется форум, инициатором которого выступает агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Как победить бедность, снизить безработицу, улучшить жизнь в регионах, защитить окружающую среду и сделать мир чище. Идеи и предложения граждан со всей страны сегодня собирают на одной площадке. Далее им предстоит отбор, и самые яркие, сильные проекты получат возможность для своей реализации. Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошёл в 2020 году. Тогда на краудплатформу поступило около 15 тысяч идей. И центральным событием форума стало пленарное заседание с участием президента страны Владимира Путина, который отметил, что важна каждая идея, каждый замысел молодых людей. Итак, сегодня мы в программе говорим о том, для чего нужны сильные идеи, что нужно сделать для того, чтобы они были услышаны, и как государство может помочь реализовать ваши перспективные проекты для развития России. Итак, позвольте представить гостей нашей студии. Это руководитель департамента процессного проектного управления администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия Наталья Владимировна Членова. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. И сооснователь скилл-платформы «Скилометр» Роза Александровна Байшева. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. А первый вопрос я хотела бы задать Наталье Владимировне. Расскажите, пожалуйста, каковы основные идеи форума, для чего он был задуман, и вообще что дает такой формат работы, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Да, форум проводится второй раз. Первый форум был запущен в 2020 году. В 2022 году мы вновь его запустили. И здесь, если говорить об идеях, то это создание условий со стороны государства, заинтересованных структур для того, чтобы люди, у которых горят глаза, у которых есть идеи, у которых есть возможности, команды и так далее, могли отобразить на платформах для общего обозрения свои идеи и показатели. И создается единая платформа, в которой участвует и предпринимательское сообщество, и те лица, у которых есть идеи, и лица, которые принимают решения. Это ресурсные люди, руководители регионов, различные эксперты, которые помогают своей экспертизой, знаниями, умениями улучшить те инициативы и проекты, которые поступают на данную платформу. И если говорить о том, как прошлый год прошел, то действительно была грандиозная кампания, было собрано 15 тысяч идей, собрано на различных площадках, 100 из них были отобраны. И самое интересное, что 80 инициатив легли в основу стратегии агентства стратегических оси для определения новых приоритетов, более востребованных. И все эти идеи точно остались не незамеченными и точно были важны в формировании новых стратегий, в том числе и управленческих. Вот мы говорим, что первый форум действительно прошел в 2020 году. И вот какой опыт может быть для себя и для организаторов? Как можно работать с сообществами и лидерами со всей страны? Получается ведь огромный просто объем. Конечно. Как вот охватить всю страну? Больше можно сказать, что когда мы отбирали в том числе и в регионе лучшие идеи два года назад, то нами были допущены какие-то возможные методологические ошибки. Может быть, мы не обратили внимание на те проекты, которые, возможно, должны были обратить. Но самое важное, что были максимально созданы условия для того, чтобы те, кто хотел бы, чтобы его услышали, его услышали. Однозначно была дана возможность не только лицам, у которых есть инициативы и проекты быть услышанными, но и внутреннему клиенту, внешнему клиенту, это и органам государственной власти. Была дана возможность посмотреть на то, какие инициативы, идеи, упакованные уже проекты существуют в пространстве. И в случае, если у государства, как у лица, у которого есть клиент в лице граждан, есть боли, оно могло понимать, где оно эту идею упакованную может взять, где людей с горящими глазами, где дополнительных партнеров оно может получить. И чем помочь тем партнерам для того, чтобы совместно решить какие-то боли, в том числе население. Потому что большинство инициатив и проектов как в первом транше, так и во втором остается все-таки социальной направленности, что очень важно. А давайте поговорим о механизме отбора лучших идей. Вообще, кто осуществляет этот отбор? Сперва я так слышала, что это тысячи идей, затем из них отбираются 100 и далее 10 топ идей. Да, конечно. И там даже так, 1000, 200, 100 и потом все приходит к 10 идеям. 10 идей могут быть представлены, и у этих 10 счастливчиков, 10 лидеров их команд есть возможность представить свои идеи руководству страны в рамках пленара, который проходит летом, как правило, в июле. И если говорить о том, как это происходит, то в регионах создаются некие команды, в которые состоят из экспертов, из лиц, которые руководят регионом, которые из различных экспертов, структур и так далее, у которых есть определенные ресурсы для поддержки, помощи, создания условий. И на всем этапе отбора происходит, во-первых, это трансляция и выход для общего обозрения всех идей и инициатив. А самое, что важное, как только доходит цифра до 1000, у каждого появляется возможность получить акселерационную поддержку уже федеральных экспертов. До 1000 на региональном уровне также каждая идея может получить экспертизу от составления правильного паспорта проекта, получения экспертизы в органах власти, в подведомственных учреждениях, у экспертов, которые не относятся к бюджетному сектору. И таким образом на всем этом этапе все то большое, огромнейшее количество как людей с идеями, так и людей, которые с этими идеями работают, происходит а. отбор, б. это все-таки акселерация и улучшение. И, кстати, не факт, что если ты не вошел в 1000, сотню, 210, это не значит, что твой проект не будет улучшен, или тебя не найдут те же горящие глаза инвестора, я не знаю, или горящие глаза органа власти, который бы захотел использовать то, что было наработано. То есть если у тебя есть идея, главное ее правильно оформить, правильно ее упаковать, представить, может быть, на форум, если не прошло на форум, то не терять надежды, а далее вот со своим проектом, с этим, со своим детищем, да, которые уже тебе помогли оформить и так далее, можно двигать на различные конкурсы, на гранты, да. И быть уверенным, что абсолютно точно, если бы ты не прошел эту программу или не рассказал о своей идее, она точно будет в лучшем виде, нежели бы чем ты не вышел на данные платформы, на данные возможности. А повезло, не повезло, вот мы об этом разговаривали, поймал ли ты свои третьи, 15 секунд или 3 минуты в лифте с инвестором или с важным человеком, это второй вопрос. Но то, что создаются условия, это абсолютно однозначно, и то, что идея уже более упакована, оформлена, и тебе кто-то точно помог, это однозначно. И у нас как раз-таки сегодня в студии находится участник форума 2020, как мы представили, сооснователь скилл платформы «Скилометр» Роза Александровна Паишева. Расскажите, пожалуйста, откуда вы узнали об этом конкурсе идеи, о форуме «Сильные идеи». Об этом конкурсе мы узнали на городском портале, на дневниках, один из преподавателей СОФО рассказал об этом форуме, о том, как это важно, какая это интересная перспектива. 2020 год был годом перемен, когда всё стало по-другому, и это был таким ответом на те задачи, которые тогда были перед людьми, которые их решали, перед новаторами, перед государственными институтами, перед предпринимателями. Хорошо. Как вы решились участвовать? Какая у вас была идея? Расскажите о ней, пожалуйста. У вас была, может быть, какая-то группа единомышленников или что? С чего вообще всё начиналось? В 2020 году мы в начале года попали в «Скиллератор Би-8». Сама идея нашей платформы «Скилометр» распространялась в 2019 году, во время цифрового прорыва. Это была такая очень классная инициатива от государства Российской Федерации. Более тысячи IT-специалистов собрались на хакатоне, самом большом хакатоне мира, на котором многие тысячи идей двигались, развивались, и люди разговаривали о них, и идеи витали в воздухе, прессовались, компоновались. В это время мы стали среди финалистов этой идеи, и тогда уже это было очень близко к этой образовательной платформе. Когда мы зашли на «Скиллы Би-8», это уже был агрегатор кружков, и мы уже тогда понимали, что это будет платформа с искусственным интеллектом, которая будет подбирать скиллы для пользователей. Во время работы над подготовкой конкурса «Сильные идеи» мы понимали уже, что это будет взрослое образование. Мы уже понимали, что это будет подбор скиллов по навыкам, и мы прописали эту идею на форуме, и увидели, какие есть другие проекты, похожие на нас, около десятков. И смогли что-то переформулировать так, чтобы свою уникальность прописать. Это тоже было очень интересным опытом, посмотреть, как другие пишут эти же идеи в той же сфере, посмотреть, как другие команды работают над этой же задачей в других регионах России. Как будто бы другой мир параллельно тебе, другое зеркало. И вот там тоже есть такие же проекты, у которых тоже похожие идеи, но на них совсем немного другой взгляд. В чём была уникальность вашей идеи, в отличие от других? Наша уникальность в том, что это образовательная платформа, с помощью которой люди могут подбирать себе профессию, образование, выстраивать образовательные треки по своим скиллам, по индивидуальному портфолио. Искусственный интеллект проанализировал, который мы создали в 2020-2021 году, вот сейчас заканчиваются работы по НИОКР, проанализировал более миллиона вакансий и исследовал более 600 профессий. Внутри каждой профессии есть навыки, которые складываются в образовательный трек. И пользователи, используя нашу платформу, могут видеть, какие навыки востребованы у работодателей прежде всего, и подбирать себе работу, обучение по этим навыкам. То есть можно даже выбрать будущую профессию, исходя из этого. Хорошо. Я слышала, что в конечном итоге ваша идея вошла в топ-300. Вы завершили акселерационную программу таким образом? Да, мы в середине 2021 года сформировали паспорт проекта, упаковали идею в прописанный паспорт. Несколько листов, внутри которого есть и презентация, описание, исследование того, как эта идея будет реализовываться. Какую помощь вы получили, когда выдвинули свою идею на этот форум? Мы получили небольшую экспертную поддержку. Там было небольшое письмо от эксперта с какими-то предложениями. Мы их учли, переформатировали что-то, переписали. Потом, после уже выигрыша, нам предложили несколько мероприятий. Мы прошли по всем министерствам для того, чтобы скомпоновать, объединить всю нашу деятельность с другими задачами, которые стоят перед республикой. Хорошо. Об этом мы поговорим после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» объявили о сборе 100 лучших идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных идей до 2030 года. К участию приглашаются россияне старше 16 лет. И всего предложено 7 основных направлений для инициатив наших граждан. Какие темы выбраны приоритетными? Сколько заявок представил наш регион? И что ждет авторов лучших топ-идей? Об этом и многом другом далее в нашем разговоре. И наши собеседники в студии. Я напомню, участник и соорганизатор сбора идей «Сильные идеи для нового времени» Роза Александровна Баишева и Наталья Владимировна Членова. Напоминаем, дорогие друзья, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Итак, мы продолжали рассказывать с Розой Александровной о том, что же все-таки дало вам участие в этом форуме. Итак, поскольку у нас республика маленькая, очень важно, чтобы мы все работали и развивались в едином ключе, по единым целям и задачам. Поэтому мы прошли вместе с Министерством инноваций, мы написали письма по Министерству, мы прошли для того, чтобы понять, какие мероприятия планируются в 2021 году, чтобы быть в них включенными. Для того, чтобы наша платформа обрела реальные задачи, реальные проекты и в них включилась. Таким образом, мы участвовали в фестивале «Мусустар» в выставке IT-проектов в городе Казань, потому что у нас был републиканский выезд в Казань, а в этом году был републиканский выезд из Казани к нам в делегации. Также участвовали на среде участников в «Стартап-вилоч», это такая общероссийская выставка стартапов. И в течение прошлого года мы работали с Министерством образования, с Министерством предпринимательства для того, чтобы развивать и наш проект, и вообще образование республики в целом. То есть участие в форуме, оно вам, можно сказать, приоткрыло возможности новые, для того, чтобы вы могли открыть для себя новые пути, для того, чтобы вы могли в дальнейшем как-то развивать свой проект, продвигать его через различные министерства, ведомства и так далее. Да, возможности были предоставлены, а самое главное для тех, которые были будущие победители, для тех, кто уже сейчас, хочу сказать, самое главное, это будет зависеть от вас, от того, насколько вы эти возможности сможете реализовать, насколько вы сможете их по-максимальному использовать для развития своего проекта. То есть обращаясь к, скажем, возможным участникам этого форума, форума 2022 года, мы можем говорить о том, чтобы люди действительно не боялись, высказывали свои идеи. Всё начинается с идеи, всё начинается с собственной инициативы человека, может быть, его группы, его окружения. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Я знаю, что в этом году количество тематических направлений стало больше, да? Давайте о них расскажем. Да, конечно, количество тематических направлений меняется в принципе, в том числе как качественно, так и количественно. И в этом году это направления, которые связаны с национальной и социальной инициативой, национальной и технологической инициативой, кадровой инициативой, экологической инициативой, что очень важно, предпринимательство, развитие регионов и открытый разговор. И если говорить об этих направлениях, то в этом году из топ, который выбирается в регионе и на которые обращается наиболее интенсивное внимание со стороны организаторов и лиц, которые работают с этими инициативами, то здесь, наверное, мы не охватили только блок предпринимательства. По всем остальным шести блокам у нас в топ выбрано 13 проектов. Все они охватывают то или иное направление, перечисленное ранее, кроме предпринимательства. Ну, здесь сложно что-то говорить. Может быть, просто предпринимательское сообщество достаточно самоактивно, самодостаточно, и, возможно, им нет на это необходимости. А может быть, и такой вызов сегодня, который направлен на социальные вещи, на экологию, на развитие, на экономику, кстати, потому что очень много проектов захватывает экономический сектор. Поэтому, да, в этом году вот такие направления есть, и по шести из них мы получили топ проектов, которые мы отобрали. В марте месяце в Якутии был запущен региональный акселератор проектов ОСИ. Каковы его задачи и вообще кто оценивает идеи на начальном этапе? На начальном этапе, конечно, это регион. Это те лица, которые так или иначе сконцентрированы вокруг работы с ОСИ. Это и эксперты постоянные, которые работают от ОСИ в регионе. Это и руководство республики. Здесь, соответственно, является Ольга Валерьевна Балабкина, зампред, правительство. Безусловно, идеи далее представляются главе региона для того, чтобы он их согласовал, поддержал, принял как приоритет также для себя и для своей команды. И здесь все те, кто участвуют, достаточно активно погружены в эту повестку и стараются топом как минимум максимально помочь и сделать все возможное для того, чтобы идеи действительно хорошо, качественно смотрелись, в принципе, на федеральном уровне. А всем остальным скажут, что все остальные идеи отлетают. Их сейчас более 120 в регионе собрано. Сбор заявок продолжается. И в любом случае есть и те проекты, я признаюсь, которые, например, я сопровождала и до объявления конкурса по форуму. И, например, они не вошли в топ-13, хотя я к ним тоже имею отношение. Но здесь я тоже буду использовать возможности. Есть эксперты, которые имеют отношение к определенным грантам на федеральном уровне. И я буду максимально тоже стараться использовать этих экспертов для того, чтобы войти в грантовую поддержку с теми проектами, которые не вошли в топ-13. Поэтому, если даже не в топе-13, то точно такие же есть возможности, как и ранее. Более того, сейчас тоже говорили, что вот те 100, которые, например, по итогам 2020 были обозначены, им всем предложили принять участие на питерском форуме экономическом, во Владивостоке на экономическом форуме. Вот оказалось, что и с километра тоже предложили, хотя это было 300. Пусть при поддержке IT-парка, B8, неважно, но регион тоже дал такую возможность. Была возможность выехать, также представить свою идею экспертам, партнерам, инвесторам и так далее. Ну, я сейчас вот, знаете, хотела бы задать вопрос с точки зрения простого обывателя. Вот есть, например, у человека инициатива сделать в своём посёлке благоустройство. Вот с такими идеями можно двигать свою идею? Безусловно. Вот сразу развитие регионов. Почему нет? Развитие территории в составе региона. Конечно, можно. То есть всё, что может улучшить в целом нашу жизнь. Да, единственное, что хотела бы сказать, что мы сразу, когда вот второй этап 22-го года начали, не второй этап, а второй подход к этому форуму, мы сразу проговорили. А какие критерии? Вот используя опыт прошлой, как я говорю, да, и посмотрев, какие идеи были в принципе на федеральном уровне представлены, и где мы, может быть, либо не доработали, или на что-то не обратили внимания, мы подумали, какие у нас будут критерии. Это однозначно актуальность тематики, то есть которая затрагивает боль. У проекта и инициативы должен быть свой клиент, заказчик, кому облегчит эта жизнь. Это уникальность должна быть. То есть ранее, ну, примерно хотя бы на нашей территории такого не происходило. И для какой-то команды или какого-то лидера это точно впервые. Это эффективность идеи, то есть вот эта вещь, когда вложенные средства в проект, ну, не только финансовые, да, они точно говорят о том, что эффективность от него ещё выше, нежели чем то, что мы в него вложим. И, конечно, у этого проекта должен быть сильный лидер и сильная команда, потому что без духа, без силы, без веры, без глаз и без команды различных, ну, вот людей различных компетенций, которые верят в это, хотят это, ну, точно не получится. Поэтому вот есть такие критерии основные, их, конечно, они основные, это не все критерии, но вот в этом году мы чётко для себя перед выбором идей договорились об этом, что для нас это вот критично, по топам, как минимум. Хорошо. Финальной точкой, вот как мы говорили, должен стать двухдневный форум. Что планируется сделать во время его работы? Во время работы форума, безусловно, это представить 100 идей, в принципе, которые будут отобраны и проакселерированы, да, и с которыми поработают эксперты различного уровня, в том числе высшего уровня. Во второй день в панели будет возможность по отобранным десяти проектам представить их перед руководителями, в принципе, страны и получить, естественно, такую поддержку, и быть замеченными такими высокими достаточно людьми и получить поддержку. Но здесь тоже вот хотела сказать, справедливости ради и тому же, на что мы обратили в этом году внимание из тех тринадцати проектов, которые мы отобрали, вот, например, в двадцатом году мы почему-то поддержали проекты, в которых были задействованы взрослые люди. В этом году среди тринадцати есть уникальный проект, на который мы обращаем, наверное, особое внимание с точки зрения души. Это проект девочки, которая учится в шестом В-классе среднеобразовательной школы номер два, Марха. Её зовут Мергелана Петрова. Вот ей привет передаю. Она большая, молодец. Потому что её проект называется «Компас», и она объединяет, её идея заключается в том, что она объединяет различных детей и даёт им возможность развить себя по ряду направлений. Это и семья, и здоровье, и образование, и предпринимательство, и духовное развитие. Это очень здорово, потому что по всем этим направлениям есть очень много активностей, которые могут развивать детей и создавать из них такую развитую личность, которая может потом стать действительно очень ярким лидером, вырасти, когда станет чуть побольше лет. И этот проект дает возможность начать развиваться человеку с достаточно небольшого возраста. Поэтому очень важно. И последнее, на что хотела обратить внимание, я ещё раз проанализировала те топ-13, которые были отобраны. Надеюсь, что это было сделано не случайно, а специально, но они затрагивают различные группы субъектов. Это и дети, это студенты, это молодые люди, которые, к сожалению, сейчас живут на селе, но не имеют работы. Это люди преклонного возраста, это инвалиды, люди с ограниченными способностями. И вот практически каждой категории, которую я перечисла, это и предприниматели, конечно же. Вот эти проекты топ-13 и те более 120 идей, они все затрагивают сквозным методом все перечисленные субъекты. Поэтому это отрадно, очень важно. И социальная направленность, она правда очень радует, что люди настолько у нас самодостаточные и готовы к самореализации и развитию, что готовы запускать, в том числе тратить свои ресурсы на такие вещи. Это действительно здорово. Да, и буквально вчера я слышала новость о том, что на Дальнем Востоке по количеству вынесенных идей наш регион пока лидирует. Да. И сколько вообще работ поступило на конкурс? Сейчас более 120. До 22 числа на платформе продолжается сбор идей и заявок. Поэтому если кто-то еще не знал, кто-то вспомнил, что у него была очень хорошая идея, или эта идея была, но кто-то ее отложил под сукно на какое-то время, и сейчас почувствовал, что вот пришло время, мы вас милости просим, приходите. Взор будет обращен однозначно на все идеи, вне зависимости от топ-иток и разного уровня. Хорошо, дорогие друзья. Итак, проведение в 2020 году форума «Сильные идеи для нового времени» действительно обещает стать одним из основных событий лета этого года. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 2022 год ознаменован рядом ярких событий, среди которых столетие детского общественного движения, 30-летие Союза детских общественных объединений Республики Саха, Якутия. И хотя пионерия осталась в прошлом вместе с Советским Союзом, но ее концепция, форма ее деятельности актуальны и востребованы сейчас как никогда. Это и командный подход к работе, традиции наставничества, спортивные игры, забота о тех, кому требуется помощь и многое другое. Итак, как живет и работает сегодня правоприемник пионерской организации «Российское движение школьников». Какие мероприятия запланированы в эти майские дни? Сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем. Это региональный координатор Российского движения школьников Республики Саха, Якутия, специалист по работе с молодежью, Российского детского и юношеского центра Нергуяна Владимировна Макарова. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Нергуяна Владимировна, давайте расскажем, что представляет сегодня собой российское движение школьников, каковы его основные направления и в чем все-таки сходство и различия РДШ и пионерской организации. Ну, добрый день. Во-первых, я хочу поздравить всех наших вожатых, педагогов, наших школьников с наступающим 19 мая, днем детских общественных организаций и столетием пионерской организации. Но российское движение школьников, конечно, из пионерского движения взяло самые лучшие традиции, я бы так сказала, потому что лучшие традиции коллективного дела, отрядного дела, вожатской деятельности, все это осталось только в новом, более современном формате. Но у нас четыре направления. Это информационно-медийное направление, где занимаются ребята-журналисты. Гражданская активность, это добровольчество у нас. Помимо этого, личностное развитие есть, это спорт, творческое направление. И есть у нас военно-патриотическое направление. Туда входят военно-патриотические клубы, игры военно-патриотического направления. Я слышала, что в мае планируется провести пятый съезд российского движения школьников. Что это будет за мероприятие и будут ли представители от нашей республики? Ну, как раз актуальный вопрос. 16-18 мая большая делегация из республики вылетает на пятый съезд российского движения школьников, где будет принята новая стратегия развития российского движения школьников. И туда вылетаем в составе делегации Яри, как региональный координатор. Помимо этого, председатель нашего движения Михаилова Оксана Тагировна будет. Также Жарняк Наталья Павловна, это педагог. Из активистов Бурнашов Владислав из Мирненского района вылетает. И помимо этого, мы включили в делегацию победителей конкурса «Лучшая команда РДШ». Это ребята детской организации «Сокол». Это Хангаласский район, Махсогласская школа. Сопровождающим у нас поедет наш выпускник, который гостем недавно у вас был, Иванов Андрей, студент. Очень активный молодой человек, да? Да, да, да. Юргена Владимировна, конечно же, в воспитательной работе большое значение имеет опыт, знание тех людей, которые работают с детьми. Я знаю, что у вас есть такой проект, который называется «Навигаторы детства». Что он собой представляет, что это за конкурс и кто может принять в нем участие? Ну, как раз мы работаем сейчас очень активно по этому проекту. Федеральный проект «Навигаторы детства» реализуется в рамках национального проекта образования по направлению патриотика и является конкурсом на должность советника директора по воспитанию. То есть со следующего учебного года во всех школах нашей республики появится новая педагогическая должность, советник директора по воспитательной работе называется. И всех, конечно, интересует, в чем здесь заключается эта должность. Но должность, я бы так сказала, это расширение полномочий должности старшего вожатого и педагога-организатора. Потому что советник директора будет включен в администрацию школы наравне зам директора по воспитательной работе и директора. И будет реализовать мероприятия, ряд мероприятий, единый план будет у нас по воспитательной работе, и он будет отвечать за реализацию этих мероприятий. И, конечно, организация общественной полезной деятельности на него возлагается, и организация мероприятий, в том числе, дней единых действий. Ну, дни единых действий, сами знаете, наверное, по знаменательным датам у нас проводится, вся Россия встает и единым делом занимается в один день, например. Очень широкий спектр, получается, на него возложены обязанности, да? Ну, действительно, а вот как стать частью команды РДШ, как принять участие в этом конкурсе? В этом конкурсе, да? У нас есть такой интерактивный хороший сайт корпоративного университета РДШ, РДШ Education, заходит туда, там сперва участник заводит личный кабинет, после этого подается заявка, прилагает туда скан трудовой книжки, прилагается скан диплома об образовании, помимо этого повышения квалификации, это для педагогов, да? И потом, после экспертной комиссии, уже подается на втором этапе порфолио. Порфолио, потом заключительным этапом является уже тестирование на сайте корпоративного университета. И интересует, конечно, вопрос, кто может подать заявку, да? Но мы рассматриваем все варианты, например, могут принять участие у нас педагоги-организаторы, старшие вожатые, которые работают в школах, они могут перейти на эту должность на 0,5 ставки, например, потому что финансирование идет полностью из федерального бюджета. И можно, помимо педагога-организатора, взять отдельного человека на отдельную ставку, и мы сейчас активно прорабатываем со студентами педагогического института, Якутского педагогического колледжа, Вилюйского колледжа, Намского колледжа, чтобы они стали кадровым резервом этого конкурса, проекта, да? Потому что по завершении этих конкурсных испытаний каждому участнику выдается сертификат о том, что он освоил профессию советник-директора. То есть у него, у студента появляется, получается, вторая должность, новая должность, которая входит в перечень педагогических должностей, уже утверждена постановлением правительства Российской Федерации, получается. И, ну, возможность развития для студентов очень такая большая, а для наших педагогов-организаторов, которые работают в школах, это возможность дополнительной поддержки, я бы так сказала. Ну, а что ждет победителей конкурса? Например, у нас же есть известные лагеря, такие, как вот, например, Артек, Орленок, раньше был Океан, да? Может быть, стажировка вот в таких известных общественных центрах? Ага. До 15 июля будут подведены итоги конкурса, и участников, которые набрали наибольшие баллы, пригласят в Международный детский центр Артек на очное обучение, на очную стажировку. Ну, очень замечательно же, да? Да, действительно, здорово. И помимо этого у нас в республике тоже в августе мы планируем организовать тоже очные курсы, но пока думаем над базой, какая база будет. Ага. Ещё раз давайте напомним, как можно подать заявку, куда нужно зайти, какой сайт. Ага. Ну, в поисковике нужно набрать корпоративный университет РДШ, и сразу там появится сайт, РДШ Education называется, и потом уже там завести личный кабинет, потом нажать кнопку «Стань навигатором детства». Там появится оранжевая кнопочка, и нужно нажать просто на неё и подать заявку. Очень просто. На самом деле очень просто, но очень, можно сказать, широкие перспективы ожидают будущих претендентов на эту должность. Ну и, наконец, поговорим о событиях 19 мая. Всё-таки круглая дата, да? Будь готов, всегда готов. Я думаю, что очень многие из наших радиослушателей и телезрителей помнят этот торжественный момент, который проходил в школе. Невозможно, конечно, забыть наше детство, а вместе с ними пионерскую организацию, в которой состояли практически все девчонки и мальчишки. Итак, что планируется в эти дни? Ну, 19 мая у нас планируется масштабное мероприятие. Оно пройдёт в городе Якутске на базе Дворца детского творчества. Планируется участие 400 ребят, активистов. Помимо этого приедут к нам педагоги-организаторы, старшие вожатые, которые работают в детских общественных организациях. И помимо этого мы приглашаем, конечно, ветеранов пионерского движения. Это будет большое масштабное мероприятие, в рамках которого пройдут несколько конкурсов. Это будет конкурс игровых программ для ребят, выставка детских общественных организаций. В нём примут участие наши педагоги и, конечно, активисты. И конкурс речёвок и кричалок будет. Будет большая такая линейка с участием организаторов, естественно, этого мероприятия. Это будет Министерство молодёжи, Министерство образования. И ждём главу нашего региона, Айсена Сергеевича, на это мероприятие пригласили. Ну и 19 мая обычно принимают в пионеры. Да, но по всей республике будет организовано, конечно, принятие в ряды российского движения школьников. Эта традиция у нас осталась. Или принятие в ряды детской организации, которая существует в данной школе. Такой вариант тоже приемлем, конечно. Ну давайте пригласим, наверное, бывших пионеров на мероприятие, которое состоится, давайте повторим ещё раз, 19 мая. 19 мая с утра мы ждём, конечно, это будет в основном город Якутск, но ближайшие районы тоже к нам приедут. Ждём гостей из Устьянского района, Алёкминского района, которым оплатят проезд. И, конечно, Наомский, Хангалацкий обязательно к нам приедут. Ждём всех на линейку, где мы масштабно отметим... У нас будет после пандемии большое масштабное мероприятие, в рамках которого мы отметим столетие организации, пионерской организации. И, помимо этого, на вступление в ряды российское движение школьников и будет, ну, конечно, очень интересно будет, я думаю. Ну и, насколько я знаю, сейчас очень действительно активная работа развернулась в WhatsApp-группах, где собираются, например, сообщества. Те, кто раньше был, например, в лагере Артек, те, кто в своё время побывал в лагере Орлёнок, я думаю, что они тоже, наверное, примут активные части вашей линейки. Да, 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 да. Ага, конечно. Ага. Ну, участие активистов, ну, в советское время это пионерское движение было, ну, в лагерях лучших мы отправляли. И сейчас тоже такая традиция есть. Мы наших активистов по разным направлениям отправляем на смену российского движения школьников. Хорошо, мы благодарим вас за очень интересный рассказ, дорогие друзья. Это была программа «Якутск. Сегодня». Её подготовила и провела редактор Сергея Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!